В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева и в начале выпуска коротко об основных событиях. Партия Единая Россия продолжает реализацию всероссийской акции «Парта героя». Пожелать вам всем, чтобы каждый из вас был сам немножко героем. Команда из Московской области примет участие в конкурсе художественного творчества людей с ограниченными возможностями в Туле. В дошкольном отделении Видновского художественно-технического лицея прошла юбилейная игра «Зов джунглей». Партия Единая Россия продолжает реализацию всероссийской акции «Парта героя», в том числе и в учебных заведениях Ленинского городского округа. На территории муниципалитета реализована уже третий подобный проект. В Лопатинской школе «Парту героя» посвятили первому космонавту Юрию Гагарину. В Гагаринском музее Лопатинской школы сегодня гости – председатель Совета депутатов Ленинского округа, руководитель фракции «Партии Единая Россия» Станислав Радченко и член местного полицовета «Партии» Алена Какоева. Ныне подарен всего человечеству взлет из космоса Юрий Гагарин. В легенду народа идет! 12 апреля Лопатинская школа празднует день рождения, а потому гости пришли с подарком. Теперь в учебном заведении будет «Парта героя», посвященная первому космонавту Юрию Гагарину. Я хочу пожелать вам всем, чтобы каждый из вас был сам немножко героем. Очень важно жить в обществе, слышать друг друга, дружить, помогать друг другу. Только вместе мы можем все, объединившись, делать великие дела. Федеральный проект «Единая Россия. Парта героя» активно реализуется на территории Ленинского округа. Он призван стать частью программы патриотического воспитания, привлечь молодежь к изучению истории России и родного края, стимулировать учащихся к достижениям в различных сферах. У нас есть ребята, которые принимают участие в волонтерском движении. У нас есть ребята, которые достигают высоких результатов в спорте или в каких-то видах искусства. Я думаю, что наградой для них станет возможность сесть за «Парту героя». С подарками музею пришли ученики начальных классов. В канун дня космонавтики мы с ребятами объявили конкурс на лучшую поделку. Готовили вот такие красивые поделки. И потом в итоге голосованием мы приняли решение лучше нашей поделки подарить в день рождения. В день рождения школы и передать в музей, в наш музей космонавтики. Частью программы стала экскурсия по Гагаринскому музею. И надо отметить, что рассказали об истории освоения космоса сами учащиеся школы, что произвело на гостей неизгладимое впечатление. Необыкновенная экскурсия, потому что проводят ее маленькие экскурсоводы, которые практически все знают о космосе. И практически на любой вопрос можно получить вполне взрослый ответ, при том, что это дети. Я от всей души хочу всех поздравить сегодня с праздником, с Международным днем космонавтики. И, конечно, с днем рождения эту школу, замечательную школу в нашем округе. С самого основания в Лопатинской школе существует гагаринский отряд. В него принимают самых активных и добросовестных учеников. Теперь такие отряды есть по всей России. От одного из них в адрес Лопатинской школы пришло поздравление с праздником. Отряды гагаринские сегодня есть и на Донбассе. И ребята с Макеевки прислали нашим ребятам честь дня рождения школы видеопоздравления. Это очень трогательно. С днем авиации и космонавтики. Чтоб нет бы над вами было честного ясна. Пусть мечты исполнятся, и звезды станут ближе. Юрий Алексеевич Гагарин и сейчас, по прошествии десятков лет, остается для мальчишек и девчонок примером мужества, упорства в достижении цели и любви к родине. Максим Козлов, Сергей Ларин, Гульнара Балаева. Видное ТВ. Представители общественного совета при УВД России по Ленинскому городскому округу вышли на улицы города Видное, чтобы рассказать молодежи об опасности употребления запрещенных веществ и алкоголя. Общественников дети встретили с интересом и приняли участие в дискуссии. Полицейские объяснили, насколько опасна может быть подростковая шалость, какой вред здоровью приносит употребление наркотических средств и зачастую заканчивается тюремным заключением, которое навсегда поставит крест на счастливые и полноценные жизни человека. Разговор получился продуктивным. Многие ребята знают о проблеме наркомании и уверены, что никогда не станут употреблять наркотики. В Никольском храме села Ермолина осветили яйца и куличи для старшего поколения города Видное. Праздничные угощения получили представители Совета ветеранов и участники проекта «Активное долголетие». Пасхальные традиции изучала наш корреспондент Галина Житкова. Прихожане Никольского храма, что в Ермолине, ежегодно приносят свои пасхальные угощения для освящения. Эта традиция дошла до наших дней еще с древних веков. Но сегодня день особый. Клирик Серафим Барабаш освящает куличи и яйца для тех бабушек и дедушек, кто не сможет прийти сам в храм. Этой благочестивой традиции уже четвертый год. Без любви нельзя жить, нельзя вообще существовать. Потому что любовь основана вся на нашей вере, на Цитом Писании, на Библии. Если бы не было любви к человеку друг к другу, то мы были бы, конечно, друг от друга очень чужды, злые. Без любви невозможно жить. Господь об этом сказал, что главная заповедь – это любовь к Богу и к ближнему. Если бы не было этого, то не было бы нашей вообще веры, смысла тогда жить на земле. В тяжелый год пандемии прихожанин храма и предприниматель Андрей Макалкин стал инициатором этого доброго дела. Спустя время внимание и забота к старшему поколению превратились в трепетную дружбу. Сейчас это уже вошло в традицию. То есть уже нас эти люди ждут каждый год, спрашивают, когда мы приедем, привезем. То есть вот это у нас своеобразные такие встречи, когда мы можем встретиться, посидеть, чаю попить, что-то поговорить. Одним из пунктов, куда были отправлены праздничные лакомства, стал кинотеатр «Искра». Здесь без выходных и праздников трудятся 23 мастерицы, что уже сделали больше 200 сеток и продолжают помогать тем ребятам, кто сейчас находится в зоне проведения СВО. Будут работать и на Пасху. Теперь у нас священное, все нам как хорошо. Теперь и поздравим друг друга, и это самое, чай попьем, все. Ну, всегда всем есть, и у нас как одна семья здесь. Мы уже так привыкли, уже три месяца скоро будет, как мы работаем. Мы уже как будто все родные. Для участниц проекта «Активное долголетие» тоже большая радость получить угощение с доставкой. Уже не первый год светлый праздник проходит с освященными пасхальными дарами из Никольского храма. Все семьей собираемся, разрезаем пасочку, яичко, и, конечно, вот радостное воскресенье, праздник на душе. Конечно, все постились, и праздник сейчас, конечно, чувствуется. Ответного презента долго ждать не пришлось. То есть талантливые мастерицы подарили Никольскому храму уникальную картину. И к Пасхе тоже придумали немало интересного. С девчонками сейчас уже они готовятся, потому что они, значит, мастерят. Такая фантазия идет с помощью Татьяны Николаевны Судаевой. Замечательно просто готовятся. Все что-то делают. Всего было освящено и подарено более 150 куличей, около 500 яиц. Праздник для многих представителей старшего поколения не пройдет бесследно и теплом отзовется в душе благодаря участию неравнодушных людей. Галина Житкова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видны ТВ. В мае в городе Герои Тули состоится Геройко-патриотический фестиваль-конкурс художественного творчества людей с ограниченными возможностями «Память сердца». Команда из Московской области готова принять в нем участие. Для этого записали музыкальный клип. О том, как он снимался, расскажем в нашем сюжете. Перед бальниками она ему должна подарить цветы и отойти в сторонку. Конечно, большинство из участников музыкальной композиции, которую было решено приготовить на фестиваль художественного творчества людей с ограниченными возможностями «Память сердца» – не артисты. Поэтому помочь им решили сотрудники Дворца культуры «Видное». Не сразу получалось. Все, кто находился в зале, старались, давали советы. Хотелось каждому, чтобы вышло интересно, как в настоящем клипе. Председатель Московской областной организации Всероссийского общества инвалидов Николай Зеликов, который и придумал сценарий музыкальной постановки, отрабатывал с артистами каждый эпизод, как настоящий режиссер. Таня, вот постояла чуть-чуть недолго и пошла-пошла вот сюда вот. И он оттуда выходит к тебе. Он там-то стоит на конце скамени, ты на этом конце стоишь скамени. Поняла? Для съемок клипа была выбрана песня Игоря Лученко и Михаила Ясеня «Майский вальс». К слову, в 1985 году она стала настоящим хитом и попала в финал «Песни года». Композицию исполняли разные артисты, в том числе Иосиф Кобзон. В этой интерпретации она прозвучала из уст одного из лучших вокалистов Ленинского округа Бориса Гуреева. Это совместная работа представителей обществ инвалидов нескольких муниципалитетов – городских округов Подольска, Домодедово, Ленинского округа. В съемках также приняла участие танцевальная пара из клуба «Звездный вальс». Мы надеемся, что наш номер будет достойно представлен и войдет в галоконцерт фестиваля. Также у нас будет еще несколько номеров в других номинациях. Это и в номинации «Танец», в номинации «Песня», где мы тоже представим военно-патриотическую песню. И также мы хотим выступить в номинации «Музыка». Всем, кто помог в создании клипа, артисты выражают благодарность. Ведь от этого тоже будет зависеть успешное выступление делегации из Московской области на Героико-патриотическом фестивале-конкурсе, который пройдет в Туле в мае этого года. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. В дошкольном отделении Видновского художественно-технического лице прошла юбилейная 10-я интеллектуально-спортивная игра «Зов джунглей», в которой приняли участие дети подготовительных к школе групп. Ребята разделились на две команды – хищники и травоядные. Участникам состязания нужно было преодолеть несколько препятствий, чтобы добраться до клада, который был спрятан на необитаемом острове, где живут аборигены, бармалей и дикие звери. Участники игры проходили по болоту, ползали черепахами, среди кустарников собирали пазлы с изображением животных. Результат каждого испытания оценивал Грозный совет джунглей. В него вошли депутат Совета депутатов Владислав Рымша, вице-президент Федерации футбола Максим Слесарев и член общественного совета Дарья Хилатова. За победу в эстафетах хищники получали кость, а травоядный банан. По итогам соревнований со счетом 4-2 выиграла команда хищников. Всем участникам игры были вручены памятные медали, а победителям настоящий кубок. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева, а я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова